Из года в год вблизи гарнизонного кладбища проходит митинг «Реквием», посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. К памятному знаку жертвам фашизма, чтобы почтить память погибших, пришли члены Ассоциации бывших несовершеннолетних узников. У каждого из этих людей большая и сложная жизненная история. Может быть не к счастью, а к сожалению, каждый из них помнит свое жуткое лагерное детство. Я попала в концлагерь в пятилетнем возрасте, в 43-м году. Констлагерь Маутхаузен. Этот лагерь был разделен на три зоны. Там были женщины, мужчины и дети. И вот с нами работал доктор. Доктор, его особняк стоял за пределами лагеря. И периодически нас к нему привозили. Притом дети были разных народов. И чехи, и поляки, и русские. У нас брали кровь. Для бывших узников это день праздника освобождения. Но и день печали. Пройдя через столь страшные события, видя столько смертей и теряя близких, они не очерствели сердцем. Они искренне хотят, чтобы в мире было спокойно и безопасно. И именно они, как никто, переживают за нынешнее молодое поколение. Мы живем сейчас вот такое непростое время, сложное время. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот этого ничего не повторилось. Потому что все-таки наши дети, наши внуки, наши правнуки, они должны жить в мирной стране. Чтобы они никогда не знали того горя, которое пережили их дедушки, прадедушки. Это самое главное. Ну и мы, ради Бога, хотим, чтобы вот то, что испытали мы, чтобы это не повторилось. Мы беседуем, выступаем и перед школьниками, и перед трудовыми коллективами. Рассказываем о том, что с нами произошло в годы войны. И не дай Бог, чтобы это повторилось с нашими внуками, правнуками. Это поколение уходит. И все, что нужно сейчас делать, это помогать им. Слушать и слышать их, перенимать их опыт, дабы пронести его в нашей истории сквозь года. И через много лет рассказывать об этом новым поколениям уже будет задача для нас. Пока эти люди живы, пока они находятся и живут в нашем городе, пока они гуляют по нашим улицам вместе с нами, вместе с подрастающим поколением, пока они посещают учреждения образования, пока наши дети в праздничные дни как минимум приходят поздравить их с этими датами, с Днем Победы, с Днем Рождения и другими профессиональными праздниками. Вы знаете, вот это поколение, оно передает молодому поколению ту историю, которая, в принципе, изменила всю их жизнь, всю их судьбу. Чтобы пронести память о трагедии, принесенной фашизмом, через поколение и не допустить повторения трагических ошибок истории, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей пришли на встречу с учащимся 11-й Брестской школы. Тяжелая немножко такая дата, да, и психологически немножко тяжело, но надо помнить эти уроки истории, да, чтобы оно не повторилось в будущем. И надо оценить то, что мы сейчас живем под мирным небом, и, в принципе, надо вспомнить, наверное, тот героизм, те испытания, которые прошли, и выжившие люди, потому что это день, в принципе, ведь была дата назначена не только тех погибших, да, но и тех, кто вышел в тех страшных условиях. Так получилось, что мы попали в Берлин. Нас попали в Берлин, поселили нас в эти самые лагеря, отнесенные электрической сеткой, ну и это самое, и мы были в кандалах, мы были, это самое, нас охраняло в каждой комнате, где мы были. Я не знала, что это война, вы сами понимаете детство. Значит, нас охраняла немка, которая сидела с автоматом. Детство под дулом автомата, голод, страх и болезни. Воспоминания бывших узников концлагерей прерывались слезами, а школьники слушали их с замиранием сердца. Ни одна книга не расскажет о тех событиях так, как смогли это сделать очевидцы и участники событий. Нужные встречи, потому что в наше время, в наше поколение, к сожалению, начинают забывать о тех моментах печальных, о той черной части истории, которая, к сожалению, произошла. Мы регулярно пишем сочинения о войне, но никогда не могли представить, насколько это все ужасно. И вот ветераны своими рассказами помогают нам лучше это понять. Понять, чтобы не допустить повторения, быть добрее и терпимее друг к другу. Похоже, эти ребята сделали свои выводы, а значит, эта встреча не станет последней. Людмила Логодич, Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Буктова.